Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр И сегодня у нас, возможно, будет последняя серия по замечательной игре под названием Ялопи В которой мы с вами провели уже немало часов и наконец-таки добрались до Турции И, друзья, беда! Беда, 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 со мной всегда случается беда Смотрите, я оставил игру на паузе, потому что сохранить её в данном месте было нельзя И у меня просто внезапно выключили свет И поэтому мне пришлось ехать до этого места уже самостоятельно вновь Кстати, по дороге я не нашёл ни одной коробки И ещё я поменял себе шины Мне дедуля подкинул 60 баксов к тому, что у меня уже было И за эти деньги я купил себе дорожные шины, чтобы быстрее до сюда домчаться И чтобы нас так жёстко не заносило, как это было в прошлый раз Потому что передвигаться было практически невозможно, а машина ехать вообще не хотела Да и сейчас она почему-то особо-то и не едет Хотя вот когда я ехал до этого места, я разогнал её до 100 километров практически Правда, двигатель у меня был немного повреждён И 100 километров я всё-таки достичь не смог Но разогнал её неплохо И вот мне сейчас не терпится узнать, что же будет за концовка Почему машина так медленно едет Возможно, именно это и является концовкой Опять наслаждение этими странными огнями Непонятно И да, друзья, напишите, пожалуйста, под этим видосом, какие ещё вы хотели бы игры, чтобы я прошёл до конца Потому что, ну, я далеко не каждый раз прохожу игры полностью Ну, вы знаете, по каким причинам и так Ну, а Йолопи, ну, блин, это Йолопи Йолопи мы прошли Или ещё нет, я не знаю Мы добрались до Турции Возможно, это только середина игры Кто его знает, сейчас мы с вами, в общем-то, и узнаем разгадку Что же всё-таки произошло И хотя и так уже понятно, что и произошло Вот этот детька меня воспитывал Сейчас мы едем к моим родителям в Турцию Я уже не помню их имена, к сожалению Пару серий назад я их читал, называл И, по-моему, даже в прошлой серии произносил Но сейчас я, вроде бы, Ахмед батю зовут А мама я не помню, как зовут Ладно, уже и не важно Сейчас мы встретимся с ними Я думаю, смогу уже лично у них спросить Родители мои родные, как уже вас звать И меня пугает, что каждый раз, когда я доезжаю до этого грёбаного моста На улицу опускается ночь Хотя я начал, как бы, утром это движение, это путешествие И было светло А сейчас уже опять темно, блин Как-то быстро наступает ночь Опять же, наверное, это какой-то скрипт Или задумка автора игры Так, мост мы преодолели Я вижу забор И... чего? А-а-а-а Стамбул у нас, оказывается, направо Среди ёлок он находится Пустыню мы проехали И да, да-да-да В прошлый раз мы застряли, друзья Просто-напросто на мосту И что Стамбул под мостом Так, это дома Да, друзья, это дома И Стамбул находится под мостом Похоже, это на Нью-Йоркский мост Но это Стамбульский мост, друзья мои Так, ну О, трамплин А куда ехать? Вон тут какой-то большой город И как я и предполагал Стамбул, скорее всего, окажется самым большим городом в игре И, блин, как же здесь проехать-то? Возможно, это, кстати, встречка Надо было ехать направо Ой, дядь, дядь, дядь Что за странные места здесь? Как здесь передвигаться-то? И куда ехать? Хотя нет А нет, всё верно Да, это была встречка Ха-ха, пипец Так, ладно, поехали за машиной Я думаю, теперь мы выезжаем в правильном направлении Дядя, может ты что-то скажешь? А куда мне ехать? Так, это что у нас? Это у нас заправка Заправка нам не нужна уже Мы типа как бы... Ну всё уже... Мотель Мотель у нас по левой стороне Мне как туда попасть Непонятно пока А нет, понятно А денег у меня на отель нету? Дядь Дядь, как быть? Что делать? Что же сейчас будет происходить? Что-то мне совсем пока непонятно Просто у меня потому что нету денег Я не смогу остановиться в отеле И это меня пугает Как бы это немного грустно Так, а что если... Так, это мы по правильной полосе едем Может повернуть туда? Давайте проедемся по городу И посмотрим, что здесь вообще имеется Что здесь есть И куда можно заехать Потому что... Ну пока как-то я не совсем понимаю Вроде бы как бы должен был быть конец А концом вроде еще и не пахнет-то вовсе Непонятно Непонятно Коробок по дороге я ни одной ни пять не нашел Просто я их искал... Ну как бы не то, чтобы я их искал Я не заметил ни одной коробки, да? Будем так говорить Потому что это правда Какая-то строительная техника стоит Которая преграждает мне путь Это не очень-то круто И что-то мне подсказывает Что если за эти коробки заглянуть Там мы сможем найти еще какие-нибудь коробки Которые мы сможем взять с собой и продать И наверняка мне кажется Мне кажется все-таки надо будет двигаться дальше Продвинуться сюда нельзя Коробок я здесь не вижу Да, здесь просто пробка, друзья мои Просто пробка И о чем эта пробка говорит? Что этот путь откроется только после того момента Как я переночую в отеле Скорее всего так и есть Но как мне в отеле переночевать Если денег у меня просто Ноль-ноль-ноль денег Хм, вот загадка-то так загадка Возвращаться обратно В тот город И просить у деда 60 долларов Ну как-то не особо хочется Да и лень, если честно Я другого выхода Да пропустите же меня Я другого выхода-то и не вижу Может у меня в багажнике что-то завалялось А нет, смотрите-ка на крыше-то у меня еще коробка-то Имеется одна Так, и там еще какие-то штуки у меня Лекарства, они кстати Так мне хватит на отель, слушайте Мне хватит на отель Если сейчас я пойду на заправку продам это Потому что я почему-то думал, что У меня денег уже все Нет, как бы они типа все Кончились полностью И товары все тоже Но нет, оказывается еще не все так плохо И мы можем из этой ситуации постараться Как-то выкрутиться, выбраться Осталось только отыскать заправку Я же ее видел Но я не запомнил ее местоположение Потому что я был уверен, что все Типа, конец Нет смысла что-то запоминать А оказывается игра не так проста Она говорит Вот Стамбул, мы приехали в Турцию Но видимо живем-то мы не в Стамбуле И придется отправляться в следующий город И мне уже хочется туда отправиться Так, ищем заправку в общем-то Это магазин лайка Он нам не требуется на данный момент Потому что у меня просто нету денег А вот заправка А отель сверху Ну потом как-то по развилке Прокрутимся, повертимся И попробуем туда заехать Не очень удобно сделаны Улочки этого города Потому что, ну потому что Просто неудобно Как-то, не знаю Крутиться, вертеться Разбираться в этом городе Ход у меня особо и нет Он запутанный Темно здесь сейчас некрасиво Возможно днем было бы гораздо лучше Но пока что-то как-то Бензин почем здесь? Тоже по доллару Везде бензин стоит доллар Что за чертова мир капитализма? Почему все такое дорогое? Ладно, давайте зальем бензина Давай, да что ты не заливаешься-то? Че ты не заливаешься? Че ты не заливаешься? Ты же только что заливал Больная что ли? Что у меня что ли? Бензобак что ли? Бензобак целый? А че бензин не заливается? Это как-то странно Ну он же заливался, вы же видели Ладно, давайте поближе подъедем Подъехал ближе, но сейчас-то точно Шланг должен достать По-другому и быть-то не может Теперь не подобраться, блин Жесть какая, неудобно Да залив... Почему? Не хочет заливаться бензин, эй! Бензин не заливается в мой бензобак Какое-то кидалово, друзья Что за бред? Пипец какой-то Что за жесть-то такая? Почему бензин не хотел заливаться? Ладно, у нас пустая канистра есть Может в канистру хотя бы бензина зальем немного И в канистру нельзя! Так Что-то как-то тут странно все Как бы оно сделано Ладно, давайте возьмем товары Пойдем попробуем их А это ж не товары, друзья В коробке-то у меня А это ж у меня в коробке-то не товары Это ж в коробке у меня сколько? Один доллар В коробке-то у меня какая-то хрень Которую продать нельзя Брызговики, которые я не посмотрел Не нашел в комментах, как их установить, друзья Глупец я и болван По-другому меня и не назовешь так-то, если честно Глупец я и болван Как из этой ситуации выбраться Неизвестно пока Что продать можно? Ну давайте продадим Это продадим Масло Масло смысла нет Ну давайте это продадим Это продадим Денег-то все равно на тыль не хватит Очень жаль Очень жаль И как быть? Так, брызговики, разумеется, я заберу И, кстати, эта заправка освещена Что бывает довольно-таки редко 41 доллар Сколько у меня в кошельке? Я не помню Попробуем как-нибудь что-нибудь сделать Да придумать И да ладно Я еще хотел, конечно, если бы продал вещи эти Купить себе комплекты ремонтные Но, как видите Ситуация Говорит, что нет 2 бакса у меня было 2 бакса Я просто на все деньги Подзавяз Залил бензина Ох-ох-ох-ох-ох На На Возможно буквально 2 каких-то рублей И не хватает Чтобы переночевать в отеле По-моему, что-то будет около 40-45 Наверное, стоить Прошу прощения Твоя заправка глючит И не работает Просишь ты прощения Это я О Мимо Мимо кассы льем бензин Зашибись У меня еще трехи осталось Закинем обратно Продать можно? Сколько это стоит? Надо продать, друзья У меня выбора Не остается На утро мне дед В принципе Даст 60 баксов Если мы будем двигаться дальше И я уже как-то Кошелек надо взять И я уже как-то Что-то попытаюсь придумать Как-нибудь мы Бензина-то зальем Точно Не пропадем Нам главное сейчас Переночевать в отеле И двинуться дальше Посмотреть, что же будет потом Потому что Ну пока как бы непонятно Ну да, как раз мне хватит 45 баксов Я думаю, что не дороже 45 баксов Будет стоить отель И если будет стоить 50 Я буду очень огорчен Очень буду огорчен Надеюсь, что все же хватит Кстати У нас работает одна фара Но они светят обе Вот такая вот ситуация Машина у меня волшебная Даже у меня поломанная фара Умудряется светить вперед Светом Это здорово Это замечательно Заводимся И Поворот-разворот Ох Сейчас бы добраться до отеля Уже хочется переночевать Голова у меня разболелась От этой ситуации Всей непонятной И неприятной Почему я опять в город Приехал чисто ночью Очень не круто Ненавижу ночь Уже в этой игре Она местами была приятная Но в данный момент Она просто отвратная И машина ехать не хочет Если дед даст денег 100% потрачу все финансы На ремонт движка На заправку бензином А там уже как-нибудь Что-нибудь придумаем Как-нибудь выкрутимся Так Нам надо явно сюда ехать Или нет Или да Ну да, наверное Это как бы типа Ой, я застрял что ли? Не, не застрял Да, в прошлый раз мы ехали вниз По встречке Сейчас мы поедем к отелю По верхней полосе Давай же Блин, едь, сволочуга Во, я вижу отель Все, друзья Друзья мои Отель, 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 отель Дядя, почему ты молчишь? Ты, когда мы поехали по мосту Болтал без умолку Кстати, в этот раз он не болтал Сейчас он просто замолк К отелю тут не подобраться-то Я думал, я правильный путь выбрал А я оказывается не Что это за хрень-то такая? Как к отелю-то попасть? Что я сделал сейчас за глупость? Ну что под мостом отеля я смогу Под... Точно, он же под мостом, друзья Вот спрятали, блин Сволочуги отель Замуровали его Зачем уже так прятать отель? Прям возле мусорки Неудобное расположение города Мне прям не нравится Ладно, останавливаемся Дед, выходи Или ты опять будешь глючить Не захочешь выходить из машины? Он опять тупит Сволоча такая Опять тупит, блин Не хочет ведь ему ночевать здесь? Пошли переночуем Посмотрим, сколько стоит 40 баксов! Ха-ха! Я даже мог бензин не продавать Заши бустер На, на-на-на-на-на-на-на-на-на Деньги Давай ключ сюда Я пойду спать Деда спать не хочет Пускай остается в машине Ночует Плевать уже на него мне Потому что он меня запарил Я хочу спать У меня болит голова Я устал с дороги Вот тебе дверь Вот тебе ключ Открывайся, закрывайся Все, споки-ноки Сладких снов, дед Справился Мне прям не хочется Находиться в этом городе Почему-то Прям хочется дальше двигать Стамбул Да, одиннадцатый день Зашибись Зашибись Ну вообще-то, как бы Ну я думал, это все Немного Вот Иногда бывает приятно Да, что, как бы Твои ожидания Не оправданы Как бы Подставлены, нарушены А здесь Наоборот Спасибо, пока Пока Дед Ты что, ты что? Дедулька Ха-ха Да, деда, ты чего? Ладно, придется сохранить, выйти, перезайти, и тогда мы начнем нормально. Ну, это было странно. Дед так и не сдвинулся с места. Я думал, он будет стоять возле машины ждать меня. Вон, видите, какой всякой дед. Он в Стамбуле, да, и мост красивый. Но эти огоньки, они, конечно, здесь, мне кажется, немного неуместны. Чуть-чуть. Самую-самую-самую малость. Ладно. Сейчас мы проснемся в отеле. Дед нам даст денег. Мы выберем маршрут и, наконец-таки, узнаем, есть что-то дальше или же нет, Джош. Надеюсь, все-таки в Стамбуле я проснулся. Если бы в предыдущем городе окажется, что я очнулся, это будет... Вах. Опять Брежнев висит. Ха! Такс. О, деда, молодец. Ты встал на ноги, двигатель у нас не дымится. Доброе утро, деда. Да, 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 стоит, стоит. Дед, только куда мы отправимся сейчас? Я что-то не совсем понимаю. Дедулька, я что-то запутался. Деда, дед. Ключи прямо над тобой и проблемы с деньгами. Да, да, у меня проблемы с деньгами. Давай сюда 60 баксов свои. Давай. Ой, хорошо, деда. Спасибо. Не хотел выходить. Деда, вот сейчас ты прям настроение мне поднял-то. Поднял прям такие. Ой, дедулька-молочинка. Поехали. Тебе надо выбрать путь на карте. Ну, давайте поглядим. Я понять не имею, какой город следующий. Турция, 11-й день. Куда ехать? Эй. У меня есть марки. Это Мао, да? Это Мао или кто это? Благодарственное письмо. А как его прочитать? А как его прочитать-то? Я не знаю. DDR. FIFLEX какой-то. Коллекция марок. Хорошо. Проехали мы много. А что теперь, деда, делать-то? Назад ехать нельзя. Вперед, стало быть, тоже. Пробка. Пробка рассосалась. Давайте попробуем поехать туда. Или туда. Так, здесь перекрыто. Туда ехать я не вижу смысла. Потому что мы там были. Мы просто делаем круг. Давайте починим нашу машину. Попробуем поехать дальше. Неужто Стамбул это конец, друзья? Вот я не знаю, как мне быть сейчас. И как поступать. И как действовать. Не имею внимания еще понятия. Так, пойдем сразу возьмем кошелек. Купим ремонтных запчастей. Попробуем машинку починить. И отправимся в путь. Возможно, даже на Стамбул посмотрим сейчас немного днем. При свете дня. У вас товаров здесь в изобилии. Это радует, конечно. Конечно, Стамбул тут молодец. Так, оплатили. 60 баксов. Даже было больше. Так, сейчас починим. И что делать-то дальше? И что делать-то дальше? Где же мои родители? Неужто это все? Это конец. Типа на этом все и закончится. Не может же такого быть. Так, двигатель на максимум починим, разумеется. Все. О, даже можно еще починить что-нибудь. Карбюратор починим давайте. Памс. Ну, это не имеет смысла. Карбюратор. Ну, давайте уже и фильтр починим. Практически полностью целая машина, друзья, у нас. Это просто великолепно. Это воодушевляет сильно. Это очень сильно воодушевляет. Бензин все такой же дорогой. Хотя тогда бензин, я думаю, стоил гораздо-гораздо меньше доллара. Значительно. Но. Давай, заводись. Так. Машинка отремонтирована. Сейчас она должна ездить на максимальных скоростях. Развивать очень-очень-очень быстро скорость должна. Так. Ну, что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Ну, поехали. Поехали. Туда проедем. Я уже заблудился, если честно, в городе. Наверняка вы запомнили дорогу правильную. Но вот я, например, как бы у меня с этим, видите, очень-очень-очень. Как всегда. По-моему, там было перекрыто, да? Сейчас там открыто. Нет, ну до сих пор пробка, друзья. До сих пор пробка. Так, а какой в этом смысл тогда все? Это. А где родители мои? В каком доме они живут? Так. Хорошо. Надо запоминать дорогу. Запоминать дорогу. И надо было, наверное, не съезжать с моста. Хотя с моста не съезжать нельзя было. Там было тоже перекрыто. По-любому приходилось съезжать с моста. Так. Какие-то тропинки, улочки. А что если подождите? А что если подождите? Там уже что-то есть. Какой-то проход. Так. Вы же видите, да? Явно, что там проход. Там проход. Давайте поднимемся наверх и поглядим. Может быть, там и находится мой дом. Вот здесь вот. Ну, это не просто так же здесь сделан проход. Так. Это получается... Это получается съезд в город, да? Другого пути у нас не было. Съезд в город. Значит, нам сюда не надо. Вот эти развилки, они меня просто с ума сейчас сводят. Я не могу понять, куда ехать. Так, явно не туда. Все, эту дорогу мы запомнили. Ехать туда нам смысла нет. Развернулись. Попробуем мы по другой дороге проехать. Попробуем. По крайней мере, надо попробовать. Так. Закрываем. Заводимся. Заводись. Заводись! Что-то странное с катушкой зажигания. Ведь машинка всегда идеально заводилась. Так. Это получается выезд из города. Это выезд из города. Это понятно. Едем прямо сейчас. Окей. Значит, там должна быть дорога. Машина скорость не набирает. Или набирает, но очень медленно. Опять тупик. Опять тупик. Опять тупик. Смысла ехать сюда нет. Разворот. 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 Как же глупо это выглядит, а? В конце-то концов. Здесь у нас находится мотель. Я запомнил. Сейчас поднимемся по этой дороге и поедем. Не сюда. Мы туда поедем сейчас. Может, там есть смысл. Ну, вот как раз стрелки показывают. Этот маршрут. Друзья, напишите в комментах, пожалуйста, как бы быть и что делать. И неужели это конец? Все? Мол. Дорога закрутилась восьмерка и выхода нет. Ну, вот выезд. Так, подождите. Два выезда я видел. Один и второй там. Какой же из них наш? Сейчас будем ехать. Посмотрим, какая будет вывеска. В какой город будет она указывать. От этого уже будем отталкиваться. Машина, кстати, не разгоняется. Машинка, ты должна разгоняться. Я же тебя отремонтировал. Да, наверное, мы отсюда приехали, да? Мост был по правой стороне или по левой? Вот что-то я не помню, если честно. Вот это я не помню. Ладно. Едь, машинка. Вывеска-то в любом случае должна находиться. Если вдруг что, я развернусь. Давайте, ребят, нажму на паузу и доедем до вывески. А хотя, смотрите, друзья, вот перекрытая дорога. Да? Мы по ней ехали и там где-то свернули и попали в Стамбул. Сейчас мы едем. Хотя нет, мы здесь свернули. Мы здесь свернули. Здесь тоже перекрыто. Черт побери, здесь тоже перекрыто. Перевернутые автомобили. Мы делаем круг и попадаем, попадаем. И это была дорога в город. И это дорога в город. Здесь перекрыт мост вообще. Все закрыто, все перекрыто. И как открыть это? А открыть это имеет ли какой-то смысл? Так, ну здесь мы явно не были, да, друзья? Здесь мы явно не были. Попасть мы туда уже не можем. Хорошо, нас заблокировали. Придется исследовать эту местность. И я не хочу признавать, что это в конец. Давайте поедем туда теперь. Черт побери. А там тоже перекрыто, смотрите-ка. Там тоже перекрыто. Эй, а нет, не перекрыто. Так, мы снова попадаем в Стамбул, да, таким образом? И куда бы мы ни поехали, мы, друзья, в Стамбуле. И Стамбул они выбраться никогда в жизни не получится. Оттуда мы приехали, с той стороны моста, едем теперь сюда. Жесть. Если есть какая-нибудь маленькая дорожка, спрятанная, по которой нужно проехать, чтобы пройти, то это будет безумие. И я если не заметил ее, то это будет неприятно мне самому. Ну, да, да, я не знаю, давайте. Внизу мы были, поехали наверх. Поехали наверх. Машин здесь тоже нету. Вот мотель тебе, пожалуйста. Да, друзья, походу, это закольцованная дорога. И как бы ты ни крутился, как бы ты ни вертелся, из Стамбула выхода нет. Это ловушка, в которую мы попали с вами благополучно. И выхода отсюда нету и не будет. Жесть, 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 жесть. Да, вот выезд, мы отсюда приехали, получается. Проверим сейчас другую дорогу. И это пипец, и это пипец. Отсюда мы приехали. Опять я начинаю путаться. Назад пути тоже, блин, нет. А почему назад я не пускаю? Хоть бы назад пустили. Так, это тоже с другой стороны моста получается. Да, дорога, мост над нами сейчас. С другой стороны моста. То же самое, сверху и снизу, все правильно. И здесь тупик. Все, друзья. Я не знаю. Пока на этом остановимся, будем думать с вами. По-моему, это конец. Очень печальный конец, какой-то грустный и не крутой. Я хоть и люблю эту игру всей душой и сердцем, но концовка как-то меня прям-таки огорчает. Это и огорчает. Она меня безумно и сильно. Может, если к отелю подъехать, что-то дед скажет. Но там пути нет. Хотя все-таки... Вот я опять оказался на этом месте, на выезде из города. И если здесь будет все заблокировано и забаррикадировано, то на этом получается, что ли, все? Это конец. Блин, я не могу поверить в это. Все. Назад пути нет. Вперед пути тоже нет. Как бы ты и куда ни поехал. Везде закрыто, везде заблокировано. Здесь у нас забор. И, друзья... Так и заканчивается Ялопе, что ли? Ради этого я делал весь этот путь. Ради того, чтобы вот это вот все, вот это вот так. Ну, как-то, друзья, печальненько. Ладно. На этом все. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, друзья. Не знаю, будет ли следующая серия или не будет. Напишите в комментах. Очень жду ваших комментов именно под этим роликом. Там, чтобы понять хотя бы почему, и что, и как, и как быть. Как быть, что делать, друзья. До новых встреч. Всем удачи, всем пока. Грустно мне. Грустно.